Кто слышал о такой игрушке как 5 ночей с Тимохой, пускай поставит лайк за 2 секунды. Один, два. Всем привет ребятки, меня зовут Алплей и добро пожаловать на мой канал, где мы поиграем в игрушки. У нас сегодня будет Сколлбой в мире зомби, Сколлбой Ранауэй Эскип, четвертый новый акт, Тимоха Хаос, это вообще новая игрушка, и даже будет у нас сегодня игрушка Wild Runners. Ну а давайте начинать с новой игрухи про Тимоху. Давайте мы с вами посмотрим превьюху этой игрушки и послушаем, что здесь будет происходить. Привет, как дела? За стеклом, это нам говорит Тимоха. Знаю, ты задолжал серьезным ребятам, не переживай, мы это исправим. Я тебе помогу, но благодарность играть не буду, но благородство играть не буду. Отработаешь для меня 10 ночей, мы в расчете. Когда начинается Великий Фирма, мои друзья будут приходить, чтобы покушать вкусных пирожков, и ты будешь пропускать их без лишних вопросов. За каждую ночь буду приносить тебе денюжки в конверте. Если ты не скажешь налоговый, я куплю тебе мороженое. Не расстраивай моих гостей, иначе конверт сильно похудеет. А в конце ты получишь столько, что навсегда забудешь о своих долгах. Я оставил памятку, кого стоит пускать, а кого нет. А если заскучаешь, тут есть радио с забойными треками. Надеюсь, ты все понял, удачной работы. Понятно. Мы с вами будем работать на этого чувачка Тимоху, и теперь нам нужно то ли пропускать, то ли не пропускать его друзей. Привет, я к Тимохе, давайте посмотрим приглашение. Приглашение, вечеринка мемов, наверное, мы с вами можем даже дать им один пирожок. И пропускаем, да. Это был первый друг, которого мы пропустили. Следующий друг. Приветствую, прошу пропустить меня на вечеринку мемов. У нас с вами есть три сканера. Давайте воспользуемся первым сканером. И да, мы его можем пропускать, потому что загорелась зеленая лампочка. Вау, какой-то интересный монстрик. Интересная игрушка. Следующая игрушка, ты... Ты заглянул за край. Это какой-то монстр, и нам, конечно же, предлагают его не пускать. Мы его, конечно же, пускать не будем. Что тут вообще происходит? Вау, что это такое? Как ты посмел не пустить мое дитя? Ты не способен даже осознать, чему воспротивился. Я все равно попаду внутрь и заберу всех. Но сначала я заберу тебя и буду медленно переваривать на протяжении столетий. Что это за монстр? Жди человек, эта стекляшка не защитит тебя. Вау, тут оказывается какой-то монстр попытается проникнуть внутрь, и нам нужно его не пустить. Дашь мне кусочек своей мамы? Ты че? Нет, конечно. Правильно она или нет? Это был друг Тимохи? Нет, это не был его друг. Здесь происходит вечеринка. Давайте посмотрим. Вечеринка к Тимохе. Мы можем ему дать пирожок? Можем и пропускаем. По-моему, все нормально. Нет, ребятки, это был, походу, злодей, которого пускать нельзя было. А как же нам тогда с вами вообще различать этих чуваков? Кого можно пускать, а кого нет? У меня есть еще, в принципе, два сканера. Этого мы с вами не пускаем, конечно же, монстра. И остался у нас один-единственный сканер. Опять какой-то монстрик такой, которого мы с вами, по-моему, раньше пропускали. Давайте посмотрим. Вечеринка мемов, имя ТБХ, по-моему, приглашение. Ну ладно, давайте его пустим. Надеюсь, ты дружбан. Нет, ребятки, это опять был не дружбан. Какая-то немного странноватая игруха. Ладно, тогда давайте мы с вами поиграем в новый режим, где у нас будут зомби. Это что-то наподобие Schoolboy Runaway, только мир зомби. Он очень стрёмный. Но надеюсь, мы здесь с вами сможем выжить. Итак, вот наш главный герой. Ага, тут всё ещё и на английском будет. И нам нужно, походу, сделать всё то же самое. Убежать от злых родителей. Только в этот раз они будут, походу, зомби. Я просто хочу ещё посмотреть, что же это будут за родители, как они будут выглядеть. Ну, мы с вами все полочки по стандарту обшарили. Ничего такого нормального не нашли. Давайте ещё зайдём вот сюда. Вот иногда тут какие-то прикольные вещи могут быть. Нет, тут, к сожалению, ничего нет. И в этой полочке есть у нас первый фонарик. Можно открутить крышку и забрать две батарейки. Они нам, конечно же, пригодятся. Так, что тут ещё есть? Снизу что-нибудь есть? Снизу только книжки. Друзья, давайте мы с вами пойдём посмотрим на эту стрёмную маму. Кстати, машина поменялась. Да, машина вся ржавая. Глядите, она просто вся ржавая. Как будто сгнила уже. Давайте пойдём посмотрим на маму этого зомби Андрюшки. И потом пойдём к папе в комнату. Ого, глядите, какая она стрёмная. Реально. Тут всё, друзья, такое какое-то зомбацкое. Давайте тогда мы с вами ещё обшарим вот этот шкафчик. Может, тут у нас что-то путнее будет? И пойдём посмотрим на отца. Ааа, ничегошеньки нету. Хочешь, не хочешь, первонаперво придётся обшарить всё-таки комнату отца, который тоже зомби. Тут у нас все зомби. Абсолютно все зомби. Интересно. Так, включаем свет. Тут у нас всё, по-моему, по стандарту. Открываем этот вот шкафчик. Тут, конечно же, ничего не будет. Внизу тоже, наверное, ничего не будет. Я не понимаю, зачем эти шкафчики тут открывать, если тут никогда ничего нету. Видите, какая стрёмная комната, правда же? Правда, она стала немножечко посветлее, чем в обычном Skullboy Runaway. Ого, есть у нас ключи от машины. И, по-моему, всё. А тут у нас что-то есть ещё? В шкафчиках этих. В шкафчиках этих ничего нету. В этих шкафчиках у нас, по-моему, тоже ничего нету. Так, нам надо с вами, походу, перевернуть вот эту вазу. И стараться бегом отсюда убежать. Так, закрываем. Выключаем свет. Заходим сюда и закрываем за собой дверку. Так, этот чувак придёт, сейчас посмотрит. Какая дверь открыта? Я же вроде всё закрыл. О, нет, друзья, походу, я всё-таки что-то забыл закрыть. Какую-то дверку, короче, я забыл закрыть. Давайте мы тогда с вами сделаем следующим образом. Вот сюда поставим и цветочек вазу. И просто-напросто отсюда выйдем, потому что папа и мама по-любому сейчас меня найдут. Ой, кто будет? Это мама зомби! Вы только посмотрите, какая она стрёмная! О, да, она очень стрёмная. Она, походу, ребятки, ещё страшнее, чем папа. И нам нужно, конечно же, повытирать этот пол до блеска для того, чтобы продолжить. Следующая игрушка у нас с вами будет Снейк Клэш. И здесь мы поиграем за нашу новоиспечённую Змейку. Нам нужно с вами постараться заработать побольше кристалликов для того, чтобы купить новые скины. Я коплю на один довольно интересный скинчик, там у нас будет Змейка в виде Дракона. Такой вы, наверное, не видели ещё Змеи, да, и, в принципе, я за такой скинчик ни разу не играл. Поэтому мне нужно 25, по-моему, ещё кристалликов. Нет, 20, 20 ещё кристалликов для того, чтобы открыть этот скинчик, потому что он стоит 35 гемов. Очень-очень дорогой, но надеюсь, что мы с вами сможем накопить нужное количество этих гемов. Но сегодня мы с вами просто попытаемся сыграть получше. Съесть как можно больше других, более маленьких Змеек. И, конечно же, постараемся, возможно, сразиться даже с главным боссом. Для того, чтобы победить главного босса, мне нужно как минимум 2000 уровней собрать. Если я сумею это сделать, если я наберу нужное количество уровней, я и босса уничтожу. Ну, а после того, когда я уничтожу этого босса, мы с вами, конечно же, перейдём к следующему. Он будет ещё более огромным, ещё более сильным. Но я надеюсь, что его мы с вами тоже скомячим. Здесь наша Змейка прокачивается очень даже неплохо. Конечно, пока она не идёт на первом месте. Здесь я удерживаю, по-моему, только седьмое место. У нас закончилось время. Мы с вами набили 750 уровней. К сожалению, ребятки, всё-таки этот огромный и страшный босс пока нас поедает. Тем не менее, мы с вами заработали немножечко лэвэ. И, по-моему, целых два кристаллика. Следующая игрушка у нас будет Schoolboy Runaway Escape Act 4 Деддом. Это новый акт, который вышел буквально относительно недавно. И наш главный герой находится, опять же, в какой-то камере, с которой ему нужно выбраться. Он находится в детдоме, где его будут, опять же, прессовать. Ему приснился страшный сон, что его продал или отдал рыбак. Но, на самом-то деле, это оказался не сон. И да, действительно, его продали или отдали в детдом, с которого нужно сбежать. Перво-наперво, нам нужно взять заточку... Заточку. Нам нужно взять заколку и открыть вот этот вот люк, для того, чтобы выбираться из камеры. Но перед этим нужно немножечко подождать, для того, чтобы пришла эта злая, страшная монахиня. Посмотрела, что я в камере и ушла. Здесь, поначалу, я знаю, что нужно делать. Я уже пробовал в неё играть. Правда, до конца ещё не прошёл. Так, вот сейчас она придёт. Уже пришла, и даже не пытайся сбежать, иначе повторишь судьбу других мальчиков. Я даже не знаю, что она делает с другими мальчиками. Наверное, она их ест. Какая вредная женщина? Дальше не успел прочитать. Мне нужно выбраться из подвала. Здесь, кстати, у нас в подвале будет четыре камеры. В одной я находился, две у нас открытых камеры. И вот эта одна закрытая. Пока что я сюда не могу никак пройти. Наверное, со временем нужно будет каким-то образом туда попасть. Выходим наружу. И здесь, по-моему, нам нужно будет какую-то дверку найти. Сейчас нам скажут. Я вижу заколоченную дверь в конце коридора. Вот эта заколоченная дверка. Видите, нам нужно, наверное, её каким-то образом открыть. Но как это сделать, пока непонятно. Да, кстати, в самом конце у нас находится кухня. Поэтому туда мы с вами пока что не пойдём. Тут у нас что есть? Тут у нас ничего нету. А, нет, тут у нас что-то есть. У нас есть вот такая вот дощечка. Мне кажется, на потолке вот эта дощечка, которую нужно сдвинуть. Вот почему я родился таким мелким и не могу достать. На кухне точно должно что-то быть. Подлиннее, чтобы достать вот эту дощечку. Нам с вами нужно попасть на кухню. А на кухне как раз-таки это злая монашка. Придумай, как попасть на кухню. Ну, сперва нам нужно, наверное, эту монашку выманить. Тут у нас есть ещё дверка, которая не открывается. Здесь у нас, по-моему, класс. И там в конце у нас тоже будет кухня. Только с другой стороны. Поэтому туда мы с вами пока что не пойдём. Нужно каким-то образом что-то сдвинуть. Для того, чтобы училка эта вышла, монашка. Тут ничего не сдвигается. Наверное, нам нужно зайти в комнату. Вот эту вот. И тут что-то бросить. Тут её вроде как комната. Она тут спит. Есть радио. Может, его включить надо? О, да-да-да-да! Это радио. Его нужно было включить. Вроде я его включил. Давайте, наверное, на всякий случай в камеру опять зайдём. Потому что я не знаю, что произойдёт. Получилось! Получилось! Теперь мне нужно обыскать кухню. Она, наверное, реально в той комнате уже своей. Давайте тогда бегом отсюда выбираться. Фу! Так, и давайте на кухню пойдём. Точно она зашла? Ну, надеюсь, её нету, друзья. Мне нужно обыскать кухню. Я думаю, что её нету. И сейчас мы с вами это попробуем сделать. Да, её нету. И тут у нас что есть? Что-то нужно взять. Наверное, лестницу, стульчик. Стульчик могу взять? Не могу. Это ничего не могу. Не могу, не могу. Есть у нас какая-то швабра. Или это метла? А, это метла. Из музыки я беру силы для восстановления этих олахов. Использую метлу для того, чтобы, наверное, открыть ту дощечку. Это вот про олахов говорила эта монашка. Где она? Наверное, она там в своей комнате слушает музыку. А нет, это не та дверка. Вот сюда нужно зайти. И что тут будет? Мы с вами обнаружили какой-то ломик. Что за шум из кладовки? Что она сейчас придёт нас проведывать? Вот и попался, глупый мальчик. А, ребят, нужно было быстро-быстро возвращаться себе в клетку. К сожалению, она нас поймала. Следующая игрушка у нас с вами будет пранкер 3D. Где мы с вами будем устраивать различные розыгрыши для мести. Первое задание. Нужно было выбрать либо мясо, либо ножницы. Но так как она отдыхает на пляже, я думаю, что нужно было выбрать ножницы. И мы сейчас с вами в этом убедимся. Что я, наверное, выбрал правильный вариант. Да, глядите, всё нормально. Теперь нам нужно выбрать что-то другое. Она очень и очень странно загорела. А мне нужно теперь выбрать какой-то лосьон. Для того, чтобы убрать этот загар. Давайте, наверное, всё-таки краску возьмём. Что будет? Неужели она закрасится? А, нет, она стала ещё страшнее. Вы только гляньте, какая она стрёмная. Просто реально жесть. Ну и следующее и, походу, последнее задание. Мне нужно либо порезать этот лежак, либо нужно... Либо нужно его, походу, натянуть. Давайте мы его натянем. Что будет? Опа. И... Ба-бам! Да, ребятки, мы с вами, по-моему, всё сделали правильно. Первое задание на сегодня прошли. Давайте сыграем ещё одну миссию. Здесь у нас Мести уже собирает какой-то мусор. Кстати, хорошо, что ты собираешь мусор. Но нам нужно опять какие-то пранки над ней устроить. И мы можем выбрать либо... Рубер, я не знаю, что это такое. А пружинка знаю. Наверное, пружинка. Давайте выберем её. И... И, походу, да. Походу, нам нужно было выбрать пружинку. Следующая, гвоздь или ножницы. Ммм... Хм-хм... Даже не знаю. Давайте ножницы возьмём. Весь мусор опять мы с вами... О-о-о-о, нет, наверное, всё-таки нужно было выбирать ножницы... Э-э-э, гвоздь. Видите, на самом-то деле она прям не очень такая хорошая. Потому что мы порезали ей пакет, и она не очень-то сильно и расстроилась. Нам нужно было выбрать гвоздик. Этот гвоздь мы с вами прибили к её пакету. И смотрите, как она упала. А чё так? Как-как-как так-то вообще произошло? Мы с вами просто прибили пакет, а она оказалась уже в воде. Странная игрушка. Ну ладно. Следующая, мне нужно взять либо... Э-э... Верёвку, либо, наверное, пробить ей вот этот лежак. Давайте мы с вами попробуем пробить лежачок. Чё будет? Ииии, её унесло далеко и надолго. Неужели мы выполнили миссию? Да или нет? Да, ребятки, мы с вами прошли ещё одну миссию. Наша следующая игруха будет Angry Birds Evolution. И мы с вами должны найти ещё две вещи для того, чтобы приступить непосредственно к выполнению кампании. Давайте мы попытаемся этих две вещи и найти. Нам предлагают сразиться против свинюшек. И мы должны выбрать какую-то свинью. Золотую или обычную. Давайте выберем вот эту зелёную свинюху. И сейчас будет бой между нашими птичками и между свиньями. Если будет босс, нам нужно вынести его. В данном случае это вот эта стрёмная женщина. Или стрёмная свинья, наверное, всё-таки правильно сказать. Нам нужно каким-то образом её уничтожить. Но сделать это не очень легко. Каким-то образом нам нужно, друзья, по ходу вот этих вот более мелких свинюшек поотодвигать отсюда. Ну вот, вроде как мы сдвинули их. И сейчас можно будет вот этой главной свинюхе потихонечку, короче, мочить её. Давайте мы с вами это сделаем. Ну вот, один разок я уже по ней ударил. И теперь бьют уже по нашим птичкам. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну ничего, мы с вами теперь постоянно будем бить по ней. Я надеюсь, что где-то скоро мы её с вами должны уже будем завалить. Процентов 20 здоровья у неё уже нету. А, она призывает других свинюк. Понятно. Мелких вот этих вот свиней она призывает, которые тоже, наверное, будут сражаться против нас. Ого, это очень серьёзный босс. Надеюсь, мы с вами всё-таки сможем его уничтожить. Или её, вернее. Бьём по нему или по ней. Как правильно сказать-то? Ого, ничего себе! Вы гляньте, сколько много урона наш Чак нанёс этой противной женщине-свинье. Ха-ха, женщина-свиня. Звучит, конечно, мощно. Так, ещё разочек бьём по этим свинюкам. И, походу, сейчас ещё один разочек я по ним ударю. И, возможно, это будет у нас пениталя комедия. Главное, этого босса уничтожить. Ба-бам! Да, ребятки, мы с вами уничтожили не только босса, а ещё две, по-моему, более мелких свиньи. Теперь наш Рэд добьёт вот эту мелкую свинюку, и там, походу, останется одна единственная, которую мы с вами сможем уничтожить уже в следующий раз. Наверное, я надеюсь. Она, уго, аж отошла в самый-самый конец. Но, я думаю, её это не спасёт. Запускаем мы с вами наших голодных птичек, которые окончательно справились с нашими противниками. И в этот раз, друзья, мы с вами, по-моему, получили ещё один предмет. Это будет интересная вот такая леечка. Как раз-таки она нам и была нужна. Эта игруха у нас уже называется Wild Runners. И здесь мы будем участвовать в гонках, конечно же. Есть у меня два бегуна. Это Бан и Кики. Мы с вами, конечно же, выберем Бана, потому что его можно немного проапгрейтить. И теперь у него будет уже сразу третий уровень. Ну что же, тогда сыграем, пожалуй, в гонки и попытаемся взять как можно более выше места. А где наш Бан? Ага, он находится вот здесь, вот прям с левой стороны. Вау, это что такое? О, как же нам пройти дальше? Друзья, по-моему, меня только что каким-то образом нейтрализовали. Сейчас мы с вами попробуем кого-нибудь тоже ещё ударить разочек. Так. По-моему, здесь у нас уже не конец. Но мы вроде как вышли в лидеры. Нужно подпрыгивать. А, нет, там уже чувак, короче, бежит. Смотрите, там какой-то пацанчик. Уже прям в самом-самом конце практически. У него, походу, будет первое место. Ну, хотя бы попытаемся взять второе. Я в него могу ударить. Нет, я его не могу никак ударить. Видите, он, получается, каким-то образом прям выбился в лидеры. И прям уже у финиша. А теперь нам с вами нужно вот таким вот образом маневрировать, чтобы меня не подбили. И хотя бы второе место. Да, ребятки, к сожалению, в этот раз мы с вами не первое взяли, но зато второе место. Следующая игрушка. У нас с вами будет 5 на честь Тимохы. Третья часть. Я очень жду, когда выйдет четвертая часть. Очень хочу в нее поиграть. Есть у нас уже первая, вторая, и вот это будет третья часть. В этой игрушке мы с вами будем не только кормить Тимоху, но еще и поить Гену чаем. Нам с вами нужно заваривать чай. Нам нужно с вами делать пирожки, печать пирожки. И от Гены мы с вами будем отбиваться чашками чая, а от Тимохи нам с вами нужно будет отбиваться пирожками. То же самое и с едой. Кормить мы с вами будем пирожками Тимоху, ну а Гену мы с вами будем поить чаем. Нам вот такие вот, грубо говоря, два задания есть, и нам нужно эти задания выполнять. Пирожки и чай. И то, и другое нужно добывать, и то, и другое нам понадобится для того, чтобы кормить и поить наших героев. Если мы их кормить и поить не будем, они могут на нас напасть. Вот они катаются на хадоге, мы по камере это все можем посмотреть, вернее по камерам, а вот где-то здесь, по-моему, я нахожусь, это вот вход в мой дом, и если я не замечу, как Гена или Тимоха ко мне подойдут, то мы проиграем, поэтому нужно периодически по двери вот этой вот подсвечивать, по одной и по другой, и следить за камерами, где эти два карапуза, короче, гонзают. Ага, вот где-то на пятой камере они, по-моему, были, смотрите, ребятки, они реально катаются на хадоге, тут, по-моему, ничего нету, вот можно еще покормить немного Тимоху, кстати, Тимоха более голодный, Гену нужно пореже чаем поить, а вот пирожками Тимоху нужно постоянно подкармливать, глядите, какие два стрёмных карапуза. Здесь я, кстати, по-моему, могу, нет, ничего еще не могу, здесь я, кстати, могу еще, наверное, немного чаю поставить, потому что у меня только 8 чашек чая и 21 пирожок. Давайте мы поставим, пускай чай у нас готовится, мы с вами еще по камерам посмотрим, где этих два негодника. Главное, чтобы они ко мне прям не подошли, а вот они, вот, видите, они катаются реально на хадоге возле какого-то магазина Пятерочка, называется, вот они. Хе-хе-хе, каких два карапуза. Я реально очень жду четвертую часть, очень хочу в нее поиграть, я играл первую, вторую, вот это у нас третья часть, играл в Тимоха Escape и даже играл в самую последнюю часть, тоже про Тимоху, но больше всего жду 5 на честь Тимоха и четвертая часть. Если вам эта игрушка нравится, ставьте лайк. Следующая игрушка у нас называется Hide in Backroom, где мы будем играть в прятки с монстром. Когда я буду играть за человека, мне нужно выполнить два задания для того, чтобы найти ключ и убежать отсюда, а если я буду играть за монстра, то мне, соответственно, нужно будет этих людишек поймать. Вот где-то здесь, по-моему, уже этот монстр бегает. О, он уже кого-то поймал, нам с вами нужно вот сюда бегом-бегом бежать. А, мне здесь нужен только один ключ, мне здесь нужно только пока что одно задание выполнять, это хорошо, задание я выполнил и, в принципе, миссию прошел. Теперь, кстати, я могу уже искать, теперь я буду играть за монстра. Сколько их тут будет? 5 человек, вот 5 человек разбегаются в разные стороны и сейчас я их постараюсь быстренько тоже поймать. Так, тут вот первый задание выполнял, тут у нас сразу два, по-моему. А, нет, вот еще два и четыре, уже четыре мы с вами нейтрализовали, чувачка, вот это будет последний пятый. Ну, пока у нас с первой миссией все довольно легко и просто, а потом, конечно, в дальнейшем уровень сложности будет немного увеличен. Давайте сыграем еще, возможно, одну каточку и опять попробуем убегать. Что, мне опять нужно только одно задание выполнить и все? Да ладно, так легко? Ну, вроде как, да, пока только одно задание нужно выполнять. Вот здесь вот это задание, ой, с другой стороны, наверное, это задание нужно выполнить. О-о-о-о, да, вот мы с вами впервые проиграли. Я, честно говоря, давно в этой игрушке не проигрывал. Нужно просто следить за тем, куда эта страхолюдина черная бежит. И нужно от нее держаться подальше. Так, сейчас я попробую это задание выполнить, вот оно. Задание я выполнил и теперь мне нужно просто, походу, убежать отсюда. Нужно найти дверку. Так, страхолюдина возле двери где-то, походу. Нет, страхолюдина не возле двери, а мы с вами нашли дверку. И вот у нас будет экзит. Это у нас будет, конечно же, выход. Давайте мы с вами еще разочек сыграем и опять попробуем сыграть за этого монстрика. Нам нужно будет поймать пятерых этих вот человечков. Бывается что-то наподобие, походу, космонавтов. Так, бегом. Здесь вот у нас прям, по-моему, трое было. Один, два, три. И вон четвертый. Смотрите, прям на старте я их всех половил. Здорово, ребятки, эту миссию мы с вами тоже прошли. Следующая наша игрушка будет Стамбл Гайс. Она, кстати, у нас обновилась. Посмотрим, может тут у нас что-то на локациях поменяется. Может что-то интересное добавят. По-моему, у нас будет скоро или уже был, или будет Хэллоуин. И, наверное, вот как раз-таки к этому празднику что-то тут должны были добавить. Я так себе думаю. Ой, что-то мы с вами плохо стартанули. Сейчас попробую быстренько вот сюда подойти. Кстати, вот эти вот зеленые штуковины, вот эти вот инопланетные, их нужно стараться подбирать. Постоянно в них нужно заходить для того, чтобы с помощью этих вот зеленых инопланетных штуковин мы с вами можем вот так вот подальше продвигаться намного-намного быстрее, чем обычными шагами. Опа. И вот я уже практически вторую часть этой карты прошел. О, как так-то мне, по-моему, кто-то помешал. Или это я сам себе помешал? Да что такое? Что случилось с тобой, чувак? Че ты не прыгаешь? Фу, наконец-таки. О, да, ребятки, это было очень-очень обидно. А если вот этих два моих тупо сейчас приведут к тому, что я проиграю, будет очень и очень обидно. А, меня сбросят! Да, меня, к сожалению, сбросили. Нужно сейчас постараться вот на эти вот зеленые штучки попасть. Штучки-дрючки. Так, прыгаем. И еще разочек. Фу, все-таки, друзья, мы с вами проходим эту карту. Два или три раза я вступил, но вроде как неплохо сыграл. Даже установил свой личный новый рекорд. Вот у нас пошла уже вторая карта. Но, по-моему, на первой мы никаких особо изменений и не заметили. Скорее всего, что у нас просто игруха обновилась. Возможно, убрали какие-то баги. В целом, по-моему, все у нас осталось прежним по картам, я имею в виду. Так, сейчас мы с вами должны вот сюда вот побыстрее залететь. Вот в этот вот аквапарк. И постараться пройти все ловушки как можно более быстро. Главное не упасть. И там, где нужно подпрыгнуть, нужно, конечно же, подпрыгивать. Ой-ой-ой. Ой, вот эта вот штучка-дрючка. И она мне сейчас бросит водоворот. А, нет, вот у нас и первый туп. Да. Хоть бы он не был роковым этот. Это моя ошибка, но надеюсь, что все-таки мы с вами придем к финишу. Если не первые, то в восьмерку должны попасть. Так, еще разочек подпрыгнули. Опять ловушка. Опять ловушка. Здесь вот, кстати, будет играть довольно сложно. Опять ловушка. Да что ж ты будешь делать? Такое ощущение, что мне просто на моем пути проставляли эти ловушки. Я нигде не могу никак пройти. Ху. Что, я буду последний, что ли? Нет, я седьмой. А, нет, восьмой. Да, ребятки, я все-таки самый-самый последний. Но, тем не менее, в восьмерку попал. Ну и нас загружается самая последняя третья карта. Здесь, кстати, я не заметил. Смотрите, четыре героя-попугая. Интересный скинчик у них. Возможно, им он очень нравится. Ну и мы с вами постараемся здесь продержаться как можно дольше. Так, пока вот эти все зеленые блоки подступают, нам нужно... Нам нужно с вами вот так вот подпрыгивать. И проходить там, где можно подпрыгнуть. Еще никто не упал, кстати. Ничего себе. Серьезно, у меня команда тут собралась. Моих конкурентов. Тут, наверное, уже кто-то должен упасть. Нет, никто не упал. Смотрите, реально все игроки продолжают играть. Но сейчас эти блоки будут все сложнее и сложнее. Но вот у нас уже пошли вот эти первые шипы. Они очень стрёмные. И с помощью вот этих вот шипов первых, по-моему, мы выкинули все-таки одного. Или не выкинули? А может и не выкинули? Ничего себе! Да вы тут реально очень хорошо играете. Ну уже, фу, еле-еле. Еле-еле я все-таки прошел. Опять еле-еле прошел. Да, друзья, здесь уже уровень сложности довольно серьезный будет. Так, сюда. И еще уровень прошел. Два человека уже выбыло, кстати. Ну-ну-ну. И, ах, вы видели это? Прям в самом-самом конце еле-еле увернулся. Да, тут жесткая, жесткая рубка. Так, сюда нам нужно пройти. И меня, кстати, выбивают. Буквально осталось два человека, которые и остались. Следующая игрушка у нас будет растение против зомби третья часть. И мы с вами, по-моему, сейчас будем играть за новое растение. Есть у нас вот такой вот листочек лианы, который мы и можем высаживать. Правда, пока что нам предлагают пройти небольшое обучение. Я знаю, что это такое. Знаю, что нам нужно делать. Оно тем более бесплатное. Поэтому вот этих вот листочков мы с вами понавысаживаем очень и очень много. Конечно, первонаперво нам нужно посадить будет как минимум 8 вот этих вот подсолнухов. И потом мы с вами будем высаживать уже все остальные наши растения для того, чтобы останавливать этих противных зомби, которые уже начинают собираться и начинают подходить к нам. Сейчас я буду уже, наверное, горохострелов высаживать. И здесь, наверное, можно будет посадить сейчас еще какое-то растение. Возможно, это будет, опять же, горохострел. Давайте вот здесь вот его и посадим. И он будет наносить урон уже вот этому зомби, который подходит. Этот мелкий зомби, но он очень и очень стрёмный. Он такой как бы быстренький, да, и довольно быстро продвигается к нашим растениям. Поэтому я его немного опасаюсь. Ну что же, мы с вами уже посадили нужное количество подсолнух. Теперь я буду высаживать только капусту, орешки и буду высаживать горохострел. Все остальное пока мне вроде как и не нужно. Мы с вами можем применить один разочек виноград, что тоже неплохо. Частично этих зомби мы с вами оглушили. И нам нужно будет, наверное, посадить еще вот этой капусты побольше. Давайте тогда мы с вами этим и займемся. Сейчас я здесь вот еще орешек, наверное, посажу, чтобы уже у нас все линии были прикрыты. И теперь мы с вами будем высаживать уже капусту. Горохострелов я высаживать уже не буду. Думаю, что, в принципе, капуточка справится. Ребятки, даже не нужно было высаживать капусту. Мы с вами этот уровень уже прошли. Следующая игрушка называется Роблекс. И здесь мы с вами поиграем в новый режим, который называется Змеиный Симулятор. В этом симуляторе мы с вами будем прокачивать наших змеек. Ну или вернее нашу змейку. Нужно подъедать еду для того, чтобы набирать массу. И чем более огромной я стану змейкой, тем больше смогу скушать своих главных конкурентов. Тут пока что я довольно маленький. У меня чуть больше, чем 1000 массы есть. Но это только начало. Я надеюсь, что мы с вами сумеем все-таки кого-то здесь подрезать и схомячить. Кстати, тут мы с вами получили еще бонусом немного. Ого, на сегодня это первый бонус был. И наш размер, по-моему, увеличился в два раза. Теперь посмотрите, у моей змейки будет сейчас 3000 массы. Совсем скоро. Может, давайте кого-то попробуем резануть-то, схомячить. Правда, тут возле меня тусят довольно огромные змеи. С ними лучше не связываться. А вот таких вот более маленьких, конечно же, можно стараться подъедать. Ого, я сейчас что-то подобрал. По-моему, это какой-то приз был. О, ничего себе. Ребят, по-моему, мы с вами только что заработали побольше денег. Еще. Кстати, эту змею я могу съесть. Ну, давайте попробуем ее схомячить. У меня побольше массы, чем у нее. Но я ее почему-то пока что съесть не могу. Возможно, нужно именно вот эту вот голову, да, ее типа схомячить. Понятно. То есть, туловище змей я трогать не могу. Мне нужна именно голова. Давайте догоним вот эту змейку. А может, не догоню. Она все-таки пытается от меня улизнуть. Но здесь некуда улизнуть. А нет, все-таки можешь. Ага, здесь, оказывается, даже могу проходить через тело других змей. Самое главное это голова. То есть, чтобы схомячить змею, мне нужно просто съесть ее голову. А туловище, в принципе, нипочем. Ладно, друзья. Думаю, на сегодня все. Мы с вами поиграли в довольно прикольные игрушки. Если понравился этот ролик, ставьте лайк. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал. Но с вами же был, как всегда, Алплей. Всем удачки и всем пока.